Восвятая служба информации телерадио компании Гомель, у студии працуя Александр Гамоля. Доброй ранецы! Гомель отзначил 874-й день народжения. З венчеваниями в областный центр приехали делегации городов-побратимов из России, Украины, Грузии, Польши и Сербии. С гоноровыми гостями провел встречу старшиня гомельского гарвы Канкама Петр Кирыченко. Зараз у Гомеля 31 город-побратим из 13 краин света. На официальном приеме подкресливается Гомель – важный промысловый, гандлевый и культурный центр, который умеет заховывать теплые отношения с сябрами. Побратимские совязи умоцовывались на протягу многих годов. В рамках заключенных погоднений об партнерстве только в этом году прошло больше 20 офицейных визитов. Отбилось подписание трех международных документов. Это погоднение об сябровстве и супрацовнестве с городом Кутаиси из Грузии, погоднение об гандлево-экономичном, науково-техничном и гуманитарном супрацовнестве с итальянской Пармой. Так само установлено деловое партнерство с Форд Майерс со злучшенных штатов Америки. По выниках сустреши старшиня Гомельска Гарвы Конкама Петр Керыченко и городский керовник города Чарнигова Владислав Атрошенко подписали план мероприемства по реализации на керунгах супрацовнества по меж Гомелем и Чарниговым на 2017-2018 годы. Выставы, презентации, интерактивные пляцовки, конкурсы и гостевни. У сяго в программе Дня города больше, как 50 мероприемств, які разгорнулися во усіх районах. Головные урочистости пройшли на площади Ленина и центральных вулицах Раницей. С места падей репортаж Наталья Игнатенко. День народжения Гомеля – знаменальная падея. Як для города в целом, так и для кожного его же хара по особку. Массовые святы объеднувают, дают почуття едности и дочинение до лесу малой родимы. До того ж селета День города супау с проведением 8-го международного фестивалю хореографичного мастатства «Сожский карагод». А тому початку святочные колонны, что пройшла по центральной площади Гомеля, крочили удельники танцевального форума, яны открыли свята яркими запальными номерами. Свет творчости шмат гранны, як палитра мастака. Церемонию открытия Дня города раскветила видовищная композиция з розноколяровых ниток, якими удельники выткали одзинае полотно свята. Гэтае пероплятяння символизуя пероплятяння леса у людских, нараджая у сердцах почуття взаиморазумений и сяброуства. От имени 300-тысячного города я поздравляю всех гамильчан с вашим днем рождения, с 874-летием. Желаю успехов в просветанию Гомелю, желаю здоровья и успехов каждому жителю Гомеля, потому что гамильчане – это основное богатство города, основное, а потом уже фабрики, заводы, пароходы. Я уверен о том, что у нас есть прекрасные перспективы. От имени всех горожан наших и от имени всей Грузии поздравляю город Гомель с праздником, День города. И нам очень приятно здесь присутствовать, потому что мы здесь нашли второй наш город по дружелюбию, по гостеприимству и по всем тем, которым не только славятся Грузии, но уже, я думаю, славятся и белорусы, и Гомель, город Гомель. С праздником вас, гамильчане! Свято национальных культур под открытым небом – так само частка программы Дня города. Захавание историко-культурной спадчины, развитие народных традиций и поддержка творческих инициатив. Угод культуры – это особливо важно. У центральной части города на ведвальника упрымала белорусская гостёня, фестиваль «Спакус» «Смак на любой густ». На оригинальных подворках с белорусским колоритом ладили дегустации, готовали стравы по стародавних рецептах. На протягу дня працавали выставы, аттракционы для детей, ладили сетэатрализованные шоу-праграммы, концертные марафоны. Кожный, кто пришёл на свято, знайшоу нечто цикавое для себе. Приехали из Тургменистана. Нам очень Гомель нравится. В общем, Белоруссия нам нравится. Тут люди такие гостеприимные. Они очень хорошие, добрые. Мы все, которые гомельчане, поздравляем сегодняшний день городом. Ну, поздравляем, желаем там удачи, счастливого. Все, счастливого всем. Чтобы всё было хорошо в этом городе. Мы сегодня просто жители города нашего любимого, старинного города, где много национальностей, много народов. И сегодня большой праздник, праздник нашего города. Желаем всем счастья, добра и любви. Свои спортивные досягнения любимому городу в этот день просвятили удельники экстримспоборництва самым мощным гомельчанин. Яны пероносили тяжкие бутли с водой, тягнули трактор, подымали 100-килограммовую штангу. В том году попробовал, понравилось, стал четвертым. В этом году хочу улучшить свой результат. Ну, тоже финал, как бы. Осталось четыре человека. Хотя участников говорили, много будет. А оказалось немного, шесть, по-моему. Всё. На время, как бы, на количество раз, как будет. Представницы прыгожей половы от мужчин не отставали. Принять уделу традиционным забегу на абцасах могли тяучины старейшая за 18 год. Одинная умова – туфли с абцасами не нижайшими за 7 сантиметров. Прыгожая-спринтерши выпробовывали себе на дистанции у 60 метров. Пераможца с поборництвау отрымала путёлку на горнолыжный курорт. День города объеднал людей, розных краин и национальностей. Подарыв незабывные уражения и добрых сябров на долгие ходы. Наталья Игнатенко, Ихар Марышченко. Телерадио Компания «Хомель». У «Хомель» завершился 8-й международный хореографичный фестиваль «Сожский караход». Он стал самым масштабным за всю историю его проведения. У «Хомель» приехали танцоры с больше 20 краин Европы, Азии и полночной Америки. Огляд святошных падей у материала Настаси Кучинской. Три дни «Сожского карахода» прилетели незауважно. Сдаётся, мы только знакомились с конкурсантами. И вот они уже отрымливаются с нагороды на гала-концерте. Сярод пераможца, вайчинные коллективы, гости с замяжи. Головных номинаций 4 – народно-сценичный, фольклорно-бытовый, эстрадный и субшастный танец. Дарыши «Сожский караход» – один и форумы Белоруссии, який оценивает не только танцевальное майстерство, а и болитмайстерская. У нас самые приятные впечатления от этого и города, и от фестиваля. Мы на нём достаточно много слышали в своё время. Вот впервые на него выбрались. Мы очень счастливы поучаствовать в таком масштабном действительно мероприятии. Нам очень приятно, что мы получили возможность сюда приехать. Фестиваль – это беспрекорно сделано, беспрекорно организировано. Это практически два фестивала. Один фестиваль – кара-грайский фестиваль, а второй – это День города, города Гомеля. Интересно и красиво сделано, красиво организировано. Город круто. Город очень понравился, да. Не знаю, не ожидали даже. Очень красиво и интересно. Перший сожский караход у Гомеля завели в 97-м годе. За годы проведения фестиваля уделу им приняли больше 16 тысяч человек. Это люди из разных краей света. Все летний фестиваль стал самым масштабным. Грандиозной стала церемония открытия. Над постановкой працавала целая команда хореографов на шале с главным режиссером Пятром Свярдловым. Перед гридачами паусталася правдное театральное шоу, наполненное магией мастатства. Только от детячей хореографичной школы Гомеля на поле вышли 500 детей. Плюс некольки сотню студентов ВНО. Гости фестивалю и шматлики танцевальные коллективы нашей в области. Некольки тыдня успотребилась, как каждый особенный удельник стал часткой одинного механизма. Репетиции проходили очень долго. Поначалу было как бы непривычно. Мы уставали очень сильно. Было очень жарко. Да, было очень жарко. Постоянно хотелось пить, кушать и все такое прочее. Но потом как бы влились в коллектив и познакомились со всеми. Уже весело проходили репетиции. Все было под контролем, нормально. Как огромный единый механизм и такой винтик, от которого зависит в принципе многое. Хотя даже если тебя и уберут, кажется, что может быть и ничего не изменится. Но в то же время это приятно, что тебя пригласили на мероприятие именно такого масштаба. И ты что-то значишь в этом мире. А малькожный особенный номер шоу выкликал овации из захопления. На поле вышли представители Беларуси, России, Украины, Грузии и других стран. Это был свой особенный танец обрауства, который выставлял агульную справу на корысть всех народов. По-своему, захопляльной была хорография каждой нации. Проникненная белорусская, атмосферная прибалтийская, цена полненная сенсом корызкая. Национальные особливости, мастерство и профессионализм у дельники демонстровали подчас конкурсного прогляду. Каб вызначить лепших, строгая журы два дни оценивала претендентов. Какие костюмы, какая музыка, какое качество исполнения, какое качество постановок. Это все можно объективно обсудить и объективно оценить. За каждое из разделов параметра выставляется определенная оценка. Она сумируется, а потом сумируются наши общие оценки. Неотъемная и одособленная частка сошткага караходу – международный турнир по спортивных бальных танцах «Золотая рысь». Все лета юн собрал около 500 танцевальных пар с 13 краин свету. У чемпионате приняли удел профессионалы, які уходят в топ-50 свету по спортивных бальных танцах. Их это факт подтяжая высокий рейтинг с поборництвом. Мы приехали из России, если быть точным, из Дальнего Востока, Хабаровска. Естественно, волнение присутствует, потому что все-таки международный турнир. Пары представляют многие страны, там, Испания, Великобритания, Россия. Это реально вызывает очень много эмоций. Восьмый фестиваль показал сошский караход профессийно вырос. Хоть расти я шиюсь куды, але про форум шують, яху ведують, на яго имкнуться трапить. То, что удельники готовы передолить тысячи километров, кап выйсти на гомельскую сцену, значить многое. Все те надежды, они оправдались. Все те коллективы, на которых мы как бы видели что-то, прекрасные коллективы, мы сделали как бы на них какую-то ставку определенную. Мы увидели в них какую-то изюминку. Они довольно успешно показали себя. Настасья Кучинская, Дмитрий Радианка. Отели, радио и компания «Гомель». Одным из центральных мероприемств у Дня города стал трехгодинный концерт на Плоше Ленина. Организованы теле-радио компанией «Гомель». Шоу супроводжала живая музыка. Размову с публикой и конкурсы вяли популярные теле и радио ведучая. Катярына Сапельникова, Володая подрабязностями. Песни, танцы, конкурсы. Так гомельчане веншовали город разом с теле-радио компанией «Гомель». Глядачи головного телеканала в области «Беларусь-4» и фанаты радио станции «Гомель-плюс» и «Гомель-ФМ» собралися на площади Ленина. Шоу открывали Александр Лупиненко, ведущий программы «Добрый вечер, Гомель» и Олена Троценко, ведомые всем по передаче «Вучимся размовлять по-белорусскому». Творчие номеры, народные танцы и популярные песни. Лепшие коллективы из всей Беларуси дарили гомельчанам в святочный настрой. Спасибо вам огромное за приглашение. На самом деле, очень приятно, что вы зовете. Мы с радостью приезжаем всегда в ваш прекрасный город. Нам здесь нравится очень. Танцы для самой сцены подарил кавербенд «Дэк Дженнелс». Хиты опошних годов у оригинальной працовцы пришлися по души кожному. Шикарная праздника, нам очень нравится музыка. Это шикарный концерт, люди улыбаются, веселятся, мы танцуем. Очень весело все. После этого гомельчан витали ведущие радиостанции «Гомель-плюс» и «Гомель-ФМ». Их выход запомнился займальным, сытым конкурсом. Вероятно, удел у им хотел принять кожным. Сотнюю смешек с уместной песней «Горячие танцы» навод холодная на дворе не смогло сапсовать гомельчанам свято-городом. Катерина Сапельникова, Михаил Рабкоу, телерадиокомпания «Гомель». На набережной Ракисошу районе веслярной базы открыли пляцовку с тренажерами. Массовый спорт у опошней годы со спортзалов перемещается на улице. Аматоров пробежек, велосипедных прогулок и занятков на турниках становятся все больше. Это не только корыстно, но и модно. Поступово развивается и инфраструктура. Год тому на центральном пляже открыли специализованную пляцовку для занятков воркаутом. И вот литерально на супроте з'явился еще один спортзал под открытым небом. Тренажеров шесть, но была их приватная компания. Спортивные снорады дозволяют выконовать практикование маль для всех групп мышцов и подойдутся для всех незалежно от взрослого и взрослого подрыхтовки. Если люди совершают пробежку, совсем не лишним будет здесь дополнительно совершить несколько подходов на определенных тренажеров. Мне некоторые очень понравились, особенно, которые стоят здесь, на спину. Можно за счет собственного тела постановки ног регулировать нагрузку. Город будет у нас приобретать все больше таких спортивных элементов, если мы будем все вместе в этом заинтересованы. Не только государственные органы, но еще и жители, частный бизнес, предприятия, организации, спонсоры, меценаты и все остальные. Это и другие новинки вы можете найти на нашем сайте в интернете по адресу www.civergomil.by На этом выпуск завершен. У студии працавал Александр Гамоля. Добрых вам новинок и сачите за эфиром. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова